Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы любим вас, мы благословляем вас из Дома Божьего. Наши медиа-отделы корректировали меня, чтобы я мог правильно называть количество людей или подключений, которые смотрят наше воскресное собрание. Кто-то подумает, что это совершенно не важно, но мы делаем ударение на то, чтобы приветствовать тех, кто считает для себя важным нас смотреть. И наши медиа-отделы благословенные, они говорят, Астер, ты всегда смотришь на количество тех, кто смотрит нас в Ютьюбе, вот сейчас 69 подключений. Но это совершенно неправильно, потому что мы, говорит, ссылку эту делаем в соцсети, и через соцсети люди подключаются на Ютьюб, который не показывает количество людей. Я говорю, и сколько же нас смотрят? Он говорит, иногда в воскресенье у нас есть 200 подключений. Я говорю, это что, еще больше, чем 200 человек нас параллельно смотрят в онлайне? Говорит, конечно. А я сегодня спросил, а сегодня сколько? В удивительный праздник. Он говорит, 168 подключений. И я вас всех сердечно приветствую и благословляю. Мы молимся, чтобы мир Божий был в вашем доме. Количество, по большому счету, неважно. Даже если бы было два человека, вот мне снился сон, и снится сон, как будто я нахожусь на семинаре у Александра Шевченко, Божьего человека. И вот знаете, он так проповедует страстно, какие-то пункты излагает. И я прямо во сне записываю. Я такой раз смотрю в аудиторию, а в аудитории сидит два человека, я и еще один брат. И я, знаете, прямо во сне думаю, а как такое может быть? Александр проповедует так, как будто нас там тысяча два человека. А в аудитории нас всего два. И я думаю, Боже, спасибо тебе. Я проснулся, думаю, интересно, хоть виртуально во сне, но побывал на семинаре Александра Шевченко бесплатно. Это тоже такое благословение. Не надо лететь никуда, не надо нигде присутствовать. Слава Богу, вот приснится же иногда такое. Осталось только записать потом некоторые пункты. Проснешься и думаешь, сейчас запишу. У тебя бывало такое, нет? Сейчас, 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 сейчас запишу. Ага. Поэтому я научился. Когда дух дышит, где хочет, это может произойти в транспорте, на бегу, это может быть в метро. Так много проповедей я записал, даже когда бежал по экскалатору. Это может быть абсолютно на любом месте, в любой момент. И единственное правило, что я точно научился делать, останавливаться в этот же самый момент, когда дух начинает давать тебе откровения. Если же я не остановился, не припарковался, не взял телефон, чтобы записать, вы знаете, я не понимаю, я не имею ответа на этот вопрос. Но почему-то обязательно я забываю. Я настолько внутри себя точно знаю, что я не забуду, но это вообще обман полный. Но десятки, больше десятки раз я себя проверял, потом разочаровывался. Я не понимаю, почему вот оно сейчас пришло, а потом ты думаешь, а-а-а, потом. И оно потом ушло, и вообще ушло, и ты думаешь, как оно могло уйти? Это же было такое-такое. Но, наверное, Бог хочет сказать, Сергей, Андрей, Александр, Анастасия, Татьяна, в тот момент, когда я даю тебе слово, это ты думаешь, что ты в заботе, в суете, тебе сейчас неудобно, но я даю тебе тогда, когда я считаю нужным посетить тебя, дать тебе откровения. И я хочу, чтобы ты просто остановился и подумал обо мне, подумал о слове, подумал, что это слово нужно тебе или кому-то из тех, кто встретится тебе на пути. Но если ты думаешь потом-потом, ну посмотри, что бывает с манной, которую ты откладываешь на потом. Она исчезает, она теряется. И я прямо научился, прям последние несколько лет я очень стараюсь, вот 99,9, когда приходит что-то, в любой момент, вообще в любой, я сразу же начинаю фиксировать. Потому что на эти откровения рождается что-то еще. После этого ты на основании этих откровений также уединяясь с Господом, ты начинаешь спрашивать Господи, а точно ли я понял, точно ли ты сказал. И вдруг приходят мысли, приходят откровения. Открываешь Библию, и начинает Библия говорить с твоим сердцем. И ты чувствуешь такую правильную духовную сытость, как будто ты принял пищу. Пища, она же разная, она бывает душевная, бывает физическая, но самая главная пища для христиан, это духовная пища. И для нас, вступивших в 2022 год, год, когда разрезано общество напополам, на одних правых, на неправых, на здоровых, на нездоровых, на умных, и на тех, кто отстал, и, знаете, на тех, кто превознесен, и на тех, кто смирен. Вот полностью как бы разделяется все. Мы с тобой на стыке, когда церковь должна остаться всегда эффективной, и никогда не быть избирательной. Мы должны по-прежнему искренне, в простоте любить и бедных, и богатых, и имеющих, и не имеющих. Для церкви это единственный тот божественный институт, где люди остаются людьми при любом раскладе. Даже если они все потеряли, сделали огромное количество ошибок, превратились банкротом, минус ноль, настолько минус ноль, что не осталось ничего, даже не паспорта, и с днём рождения даже не помнят, когда у них. И мы от Бога, мы должны их обнять, мы должны их привести ко Христу, мы должны вновь вот ту личность откопать, как Лазаря, вышедшего из гроба, снять с него все эти мирские, бесовские, греховные пелены, которым враг измотал людей, чтобы они больше не увидели Божьего света, Божьей радости, Божьей любви. И я думаю, как не верить в Господа, как не быть частью церкви, как вообще думать о том, что есть откровения у некоторых людей, которые считают, что Бог со мной говорил, мне теперь церковь не нужна, я теперь вышел на такую финишную прямую, это просто суперфинишная прямая, там только Бог и только я. Я слышал, я знаю, что есть такие эксклюзивы, и я думаю, ну это неправильно, я точно могу сказать, что нет-нет-нет, это не от Бога такие откровения. Если бы ты был один на острове, я еще понимаю. Если бы ты был один в тайге, я еще понимаю. Если бы ты еще где-то там один в одиночной камере, не дай Бог, но где-то там, где тебя за веру или за что-то еще, я понимаю, да, только ты и только Господь. Вчера я смотрел эти колымские истории про христиан, которые пережили великие гонения, Соловецкие острова, сколько людей туда было сослано за веру евангельскую, просто потому, что нашли Библию под матрасом их дома. Забирали родителей, у которых было 8-9 детей, и никто не считался, как будут кормить, что там с мамой, с дедушкой, которые остались там. Просто забирали и все. И люди платили цену, и люди стояли твердо. И Бог был с ними в самом одиночном времени. И они были не сломлены. И я думаю, насколько же четко они видели Бога. Насколько же вот год Божьего видения у них превратился в судьбу Божьего видения. А не просто в 2022-м я хочу ясно видеть, как хочет Бог видеть меня. А потом я живу для себя. Нет. Это были люди, у которых не было примеси. Это были люди, которые сказали, вот есть моя судьба, она короткая, ну 70-80 лет. При том, как топтали их здоровье и ломали их жизнь, они жили недолго физически, но они триумфально уходили в вечность, как люди несломленного духа. Это люди, которые видели перед собой Бога, который всегда был с ними. И один из братьев в этом видео как-то рассказывал, насколько сильно он был в одной одиночной камере, в такой серьезной душегубке, где не было возможности дышать. Их крыша была настолько какой-то специальной, что солнце светило, и, говорит, дышать было совершенно нечем. У меня, говорит, начинался сердечный приступ. И там маленькая, говорит, была дырочка в окне и в этих решетках. И, говорит, когда я уже задыхался, 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 вдруг, вдруг какая-то птичка маленькая залетела в эту камеру, а там еще были определенные сослуживцы, и они видели это все. Я уже лежал с закатанными, и вот она прямо над моим лицом, своими крыльями меня освежила настолько, что мне хватило кислорода, воздуха. Она разрядила это. И потом она улетела туда же, исчезла. Но это продлило дни моей жизни. Закамерники и все те, кто были рядом, они просто увидели, ну, это чудо, это сверхъестественное чудо. Как вообще такое могло быть? Потому что никому больше такие посетители не приходят и не записываются на аудиенцию. Это только небесный почерк людей, которым Бог сказал, ты будешь жить. И если Бог сказал, ты будешь жить, поверь мне, Божий человек, если Бог тебя еще видит на этой земле, ты еще не все сделал. Но какими бы острыми зубы у врага дьявола не было, он не сможет перекусить тебя. Какими бы не были опасны дороги, болезни и какие-то другие атаки, ты будешь жить, Бог будет хранить тебя. Это не говорит, что мы должны искусственно искать себе каких-то приключений и перестать соблюдать скоростные режимы или там какие-то другие жизненные необходимости, чтобы чувствовать себя безопасно. Нет, мы все должны соблюдать. И закон, и закон здоровья, и закон дороги. Все должны. Но мы знаем с вами, если бы аккуратно посмотреть на свою жизнь, смерть ведь, она ходит так близко, так рядом, так мгновенно. Мы с братьями возвращались, брали одно транспортное средство для церкви, у нас еще прибыло транспортное средство церковь, и мы гнали ее по трассе Тюмень и Омск. И многие называют эту трассу трассой смерти, но мы же провозглашаем это трассой жизни. И может быть то, как мы видим, мы не всегда правильно даем этому оценку, потому что статистика зашкаливает и говорит о другом. Но мы ехали спокойно, и кто-то сильно обогнал меня. Я думаю, Боже, ну куда так можно в темноту спешить? У нас тоже у всех жены дети, но мы так не летим. И вот там через полтора часа пробка, через полтора часа я думаю, что там случилось? Лоб в лоб две машины. И это как раз та, которая меня обогнала. Я думаю, Господи, горе, это настоящее горе. Внезапно в один момент сойти с жизненной дистанции. И так хочется, чтобы мы, народ Божий, по-настоящему сдержались за Христа, молились перед тем, как ехать в путешествие, в дорогу, перед тем, как принимали пищу, перед тем, как устраивались на работу, перед тем, как вступали в ответственное служение, чтобы мы Бога вопрошали. Потому что когда ты Бога вопрошаешь, и ты говоришь, Господи, ну дай мне видеть, как ты хочешь меня задействовать, где я должен быть, какой город, какое место, какое служение, и тогда Господь идет впереди тебя. Моисей это точно знал. И он говорил, если ты с нами не пойдешь, я вообще отказываюсь идти. Если ты нами не будешь руководствовать, мне там нечего делать, я сам этот народ не доведу, поэтому только ты иди с нами. И вот, понимаете, это сердцу Бога очень приятно, когда человек реально нуждается в нем. Понимаете, он бы мог и без нас существовать очень хорошо. Настолько полнота, наполняющая все во всем. Он абсолют. Он знает нас всех по имени, он знает наши судьбы. Столько людей на этой земле, говорящих на разных языках, а он знает, вникает в нужды святых своих. Знает, кто на каких землях, континентах, кто с какими солеными слезами ложится спать или просыпается. Бог знает все. Он творец всего. Ему не безразлична моя жизнь. Но одна беда, что иногда мы приходим к Нему, как в новогоднее время, подарки забрали и разошлись, через год увидимся, это не отношение с Богом. Тот, кто по-настоящему полюбил Христа, он понимает, я каждый день, дай мне хлеб насущный на каждый день. А кто является хлебом насущным? Так ты же и хлеб мой, сшедший с небес. Ты нужен мне. Научи меня в тебе нуждаться. Жизнь настолько бывает комфортабельно устроена, что мы потом и Бог, это очень сложно в нашей графике, но я даже не буду использовать это слово, надо как-то включить в эти графики, потому что мы заняты, у нас уже все достаточно хорошо. Нам не нужен такой комфорт, в котором нет зависимости от Господа. Сегодня, когда я буду проповедовать эту проповедь, я размышлял о ней, думал о ней, и знаете, она такая какая-то бездонная, она какая-то прям большая, потому что год Божьего видения, если прошлое воскресенье отделился словом Божие, открой мои закрытые глаза, это было такие вступления, это было столько свидетельств людей, которые мне лично сказали, что это их реально коснулось, и они по-настоящему что-то начали внутри себя менять. И сегодняшняя проповедь, которую я назвал, «Пока я вижу, я живу», или «Как вернуть Божье благословение в свою жизнь». Мне хочется, чтобы вы записали несколько мест священных писаний. Сегодня проповедь будет в основании, несколько мест писания, в основном книгой бытия. Это история двух братьев, одного имя Исаф, другого имя Иаков. Это как для меня, как открылось, как два поколения верующих людей. Да, это Ветхий Завет, да, это далеко, да, это как-то осталось в глубокой истории, но сегодня это так близко нам, живущим сегодня. Одна сестра сегодня отдала мне газету, которую мы выпускали 2005 года, и там была проповедь какая-то, моя фотография, я тоже посмотрел на себя и подумал, да ладно, это я. И она говорит, я читала эту проповедь, и я понимаю, насколько это сегодня актуально так же. Я думаю, потому что Слово Божье живо и действенно. Сегодня и в 2005 году. Для нас с тобой 2005 год, это ну очень далеко. А если мы смотрим на Исафа и Иакова, куда еще дальше, можно сказать? Но эта история сегодня отображает жизнь и реальность сегодняшней церкви. Реальность тех людей, которые приняли решение идти за Богом, но почему-то в определенный момент сошли с дистанции. Вот для этого давайте мы вникнем и посмотрим. «Пока я вижу, я живу». «Пока я вижу, я живу». И первый текст Священного Писания, это книга Бытие, 27 глава, 19 текста ниже. Библия говорит. «Иаков сказал отцу своему, «Я Исаф, первенец твой, я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь, поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему, «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал, «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». И сказал Исаак Исааву, «Подойди, я ощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой, Исаав, или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, он ощупал его и сказал, «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исааву». И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исаава, брата его, косматые, и благословил его. И сказал, «Ты ли сын мой, Исаав?» Он отвечал, «Я». Исаак сказал, «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он сел, и принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему, «Подойди, поцелуй меня, сын мой». Он подошел, поцеловал его, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал, «Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множества хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословлены». Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от отца Исаака, Исаак, брат его, пришел с ловли своей, приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему, «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему, «Кто ты?» Он сказал, «Я сын твой, первенец твой, Исаак». И встрепетал Исаак весьма великим трепетом, и сказал, «Кто же это, который достал дичи и принес мне? И я ел от всего прежней, нежели ты пришел, и я благословил его, он и будет благословен». Исаак, выслушав слово отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль, и сказал отцу своему, «Отец мой, благослови и меня!» Но он сказал, «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». Удивительная история. Мы видим ее развязку, как Исаак в конечном итоге осознал, что значит потерять благословение отца. Он кричал, он вопил, он понял, что назад дороги больше нет. Кто-то обошел его на дистанции. А как начиналась вся эта история? Давайте посмотрим с вами книга Бытие, 25 главу, 24 текста ниже. Библия говорит, «И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исаф. Потом вышел брат его, держась рукой своей за пету Исаава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Дети выросли, и стал Исаав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исаава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушание, а Исаав пришел с поля усталый. И сказал Исаав Иакову, «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». Отсего дано ему имя, прозвание «едом». Но Иаков сказал, «Продай мне теперь же свое первородство». Исаав сказал, «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал, «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исааву хлеба и кушанье из чечевицы. «И он ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Исаав первородством». Итак, в Израиле первородство считалось наивысшей незаслуженной наградой. Кто-то просто родился первым. И первородство само по себе несло в себе несколько важных функций. Первое. Первородство – это значит, тебе принадлежит первенство во всем. Ты имеешь полное право экономического благословения первый. Ты имеешь полное право жениться первый. Ты имеешь... А теперь самое главное. Самое главное. На что часто люди, когда размышляют о первородстве, не обращают на это внимания. Они думают, что первородство – это всегда экономический, такой важный кусок наследства от твоих родителей. Это право самому первому жениться и, так сказать, быть избирательным. Потому что, посмотрите, вы же знаете историю, культуру Израиля? Когда у тебя несколько сыновей, и если первый сын выбирает себе невесту по любви, по любви, но что-то происходит с его здоровьем, и он сходит с дистанции. Вспоминайте, как говорили саддукеи, когда пришли к Иисусу и говорили за вечную жизнь. Они привели удивительный пример того, как у одного отца было семь сыновей. И один, говорит, первый женился. Женился настолько хорошо и благословенно, но не зная, что там произошло, прекрасная невеста, вроде все, но она пришла и говорит, умер твой первенец. А в Израиле существовал духовный закон восстановления семени брата твоего, того, кто был первым. А это значит, второй должен, несмотря на свои чувства, несмотря на свои эмоции, несмотря на какие-то свои ожидания, или даже дружбу с какой-нибудь другой сестрой из другого рода, он должен был пойти, ну не подвенеться, а как правильно сказать, в общем, пойти и жениться на той, которую выбрал его старший брат. О, тебе нравится она? А ты о ней мечтал? Да, Боже, упаси! У нас вкусы сразу со старшим братом, ну совсем иные. А тебя никто не спрашивает! Конечно, в той истории из Евангелия Марка интересно, там как бы говорят, что она брала и брала и брала сыновей у этого отца, такое ощущение, что эта женщина была помазана на то, чтобы просто закапывать конкретно чью-то фамилию. Потому что она пришла, первого забрала, потом, знаете, стучит, дверь открывается, она опять стоит с лопатой, знаете, и свинцом, с свадебным платьем. Ну как бы кто следующий-то, да? И там, представьте себе, второй, потом третий, потом четвертый. И я уже реально понимаю, тот, который был шестым и седьмым, они были уверены на сто процентов, до них очередь не дойдет, потому что не живут столько женщины. Но, как оказалось, в практике они живут да побольше мужчин. И шестого забрала, и седьмого забрала. И они говорят, и когда седьмой умер, чьей женой она будет в вечности? Конечно, я представляю, у нее такой домик, там, знаете, дверь открывается, там у обычных нормальных огурчики, помидорчики, а у этой прямо конкретно холмики с крестиками, знаете, да, 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 первый, второй, там прям нумерация, знаете, фамилия одна и та же. Такое, нам написано, последнего, когда он умер, и она умерла уже потом. Думаю, ну, миссия выполнена уже, все, можно как бы сойти с дистанции. Но это я все к чему? А мы говорим про первородство. Первому было право жениться по любви. Всем остальным над ними висел риск, что если, не дай Бог, вот как они должны были любить старшего брата, ох, как они должны были молиться за его жизнь и здоровье, чтобы, не дай Бог, не сошел с дистанции. Вот так мы должны душу полагать за ближнего своего и быть счастливы и благословенны. И если в нашей сегодняшней жизни какой-нибудь, не дай Бог, брат уходит в вечность и остается жена с детьми, у нас в Новом Завете нету такого права брать кого-то в жены, если ты уже женат. Но у нас есть полное право, если ты жена служителя Божьего или человека, который, может, не был в активном служении, но он всегда свою душу вкладывал в церковь. Он всегда во времена трудные и кризисные жертвовал, помогал, строил и участвовал. И если, не дай Бог, что-то могло произойти с кем-либо из его семьи, мы всегда, как церковь, выйдем первыми, чтобы взять опеку и финансовое покрытие такой семьи. Поэтому это важно, потому что есть люди, которые ни палец о палец не ударили, и не хотели, и не участвовали, но в их жизни что-то произошло. И они всегда придут и говорят, а нам помогите. Конечно, мы помогаем. Конечно, у нас большое сердце. Конечно, мы стараемся. Но есть вещи другие. Когда у тебя есть дерзновение поучаствовать в чем-то, и когда церковь всегда, она встанет и скажет, аминь, мы всю нагрузку на себя возьмем, чтобы помочь и сопроводить вдову, и сопроводить его детей, если что-то произошло в жизни с их главой семьи. Поэтому участвуйте в деле Божьем, даже думая о будущем вот в таком контексте. Потому что на небе нас ждет награда, но и на земле, когда ты уходишь с дистанции, ты должен понимать, у тебя остаются твои драгоценные родственники, которым сегодня нужна твоя помощь. И если ты не в силах помочь, знай, у тебя есть церковь, которую ты в свое время любил и вкладывал. Поэтому церковь всегда вернет благословение и позаботиться о тех, кто дорог твоему сердцу. Ну аминь или нет? Аминь. Живите долго, живите счастливо. Мужья, укрепляйте сердце, укрепляйте свою физику, укрепляйте свой дух. Будьте долгожителями в Господе Иисусе Христе. Здесь, на земле. Пусть наши жены не хоронят мужей. Пусть наши дети видят своих отцов. И все, что я сейчас сказал в адрес мужчин, в адрес женщин говорю то же самое, да и аминь. Аминь или не аминь? Сестры драгоценные. Но так еще Бог вас любит, у вас все равно вы как-то нас обгоняете. Но статистика так в нашей Богом спасаемой стране говорит, вы все равно живете дольше, и мы этому несказанно рады. Аминь. Аминь.